Друзья, всем привет из сказочного Дубая, даунтаун, потрясающий райончик. В общем, вечерняя прогулка перед сном, оздоровительная. И... ой, сейчас чувак меня забрызгает. И поговорим мы, конечно же, о криптовалютном рынке, о недавнем падении, с чем это связано. Я думаю, что многие из вас уже знают, что это связано с ситуацией с Terra Luna и с Tablecoin UST. И это, конечно, ребята, напоминает все BitConnect, очень жесткий скам. Я думаю, что это они задампили рынок, насколько вы знаете, у них там было что-то порядка 100 тысяч биткоинов, по-моему, которые они просто спустили по рынку. И... сейчас, конечно, все спекулянты задаются вопросом, что случится дальше с Луной, отрастет ли она, получится ли у них починить свой этот протокол, да, там, стабилизировать курс UST. И, соответственно, Луной. И многие сейчас в жадной, в надежде на иксы откупают ее на биржах, там, по 0,01 цента, или сколько она сейчас стоит. Сотнями тысяч, там, миллионами монет. Честно говоря, я не думаю, что это хорошая идея, ребята. Это просто мое мнение. Да, если она улетит снова на доллар, по идее, у вас будут сотни тысяч, там, процентов, да, там, миллионы процентов, сотни тысяч иксов. Но, даст ли вам биржа их забрать, сомневаюсь, честно говоря. Вот сейчас, если биржи, некоторые уже, кстати, делистят Луну, некоторые вроде как обратно листят. Но, блин, я бы в это не лез, вы че, ребят? Ну, можно, конечно, попробовать там что-то поскальпить, но... Слушайте, пока все вот думают об этом у всех в глазах нули, да, от миллионов и от миллиардов, все упускают важную вещь, важный момент другой. Это то, что биткоин сейчас торгуется на своих просто редчайших отметках внизу логарифмического канала на двухсотнедельный экспоненциальный скользящий средний. И над, и под логарифмическим каналом уже, внизу логарифмического канала. Это просто такие значения, которых мы ждали с вами, которых мечтали. И это не какая-то фигня, это биткоин, которых ограничено всего 21 миллион монет. Вон, смотрите, бурж-халифа, кстати. Сегодня что-то она особо не сияет, походу. Сегодня умер президент Арабских Эмиратов, прикиньте. Какая тема. Вот, короче, вы подумайте, что биткоин, которых ограничено в контракте 21 миллионам, их не могут вбросить по рынку еще там 100 миллиардов токенов, как луны. Просто из ниоткуда. Вон торгуется очень дешево. И многих эта вся просадка, мягко говоря, заставила волноваться, пострессовать и выйти с рынка. И возможно, что мы сейчас допускаем самую большую ошибку, ребят. Я, конечно, лично думал, что мы позже придем к этим мувингам. И, соответственно, дно медвежьего рынка, они уже подрастут. Оно будет как раз в районе 40 тысяч долларов. После пика там в районе 100 с чем-то или 200 с чем-то тысяч долларов. Но мы видим, что происходит все иначе. У нас сейчас с вами такой более короткий медвежий рынок в более длинном бычьем. Как, собственно, был более длинный бычий в более длинном медвежьем, когда был коронадам в 20-м году, в марте 20-го года. Это мое мнение. Я думаю, что будет так. Я думаю, что мы сильно ниже не упадем. Отконсолидируемся сейчас. Пофлетим. И начнем снова расти. Потому что всех вытряхнули с рынка, никто не верит. Дэш тоже, кстати, всего 10 миллионов монет. Тоже жестко ограничены кодом. Вы смотрите, кстати, как прикольно. Чувак вот здесь сделал выставку. Чувак продает вот такие вот биткоины. Не знаю, а не NFT, не NFT. Ну, короче, вот такие вот биткоины вы можете приобрести за дирхамы. Я думаю, что и за биткоины тоже вы можете их приобрести, кстати. Вот. Чувака не помню, как звать. Галерея уже закрыта. Но вот такую бесплатную рекламу ему сделал. Можете найти сами. Вот. Поэтому, ребят, короче, не надо сейчас впадать в FOMO, покупать всякое говно типа Луны. Если вы меня давно смотрите, помните, я вам говорил, что это все конченый скам. Все эти новые монеты. Неважно, хороший там плохой протокол. Все монеты, которые дали по 200 иксов от старта, было понятно, что они упадут. Поэтому, ребят, вопрос времени там Солана, Нир Протокол, Матика, прочее дерьмо. Даже BNB, который выстрелил с 2 долларов почти на 1000. Вопрос времени, пока они упадут. А монеты, которые на лоях, вопрос времени, пока они помпанут. Так, походу, я надо разворачиваться уже. Так что, друзья, я придерживаюсь своей стратегии. Добираю просадку, хоть и страшно. На спот вообще активно добираю. Причем сейчас сократил риски, сократил позиции. Но не потому, что... Я бы наоборот их увеличил. Но я поймал несколько голосей, как я уже рассказывал. Поэтому пришлось сократить сейчас объем, чтобы не влететь. Ну, потихонечку-потихонечку отрабатываю. Зашел в лунг по 20 с чем-то. И пока в нем стою, короче. Не думаю я, что мы сейчас прям сильно пойдем еще вниз. Может быть, нас в этом боковике, короче, помучают. И потом все-таки мы начнем сильно отскакивать и расти. Ну, потому что уже фундаментальный, ребят, и технически, по всем вообще показателям, биткоин стоит гораздо дешевле, чем он должен стоить. Я уж молчу про Dash, лайткоин и остальные недопомбленные монеты. Вот какие-то такие сегодня у меня мысли. Решил с вами ими поделиться. Не впадайте в истерику, не покупайте всякие шиткоины. Покупайте только те проекты, в которые вы действительно верите. Ну и вот показал вам ночной даунтаун. По-моему, очень красиво. Керамогранитная плитка, как в лучших сортирах Европы. И вон какие тачки, посмотрите. В общем, чуваки, всем профитролей. С вами был Гриня. Будьте осторожны, на связи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»